Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем наш концерт, посвященный 70-летию Содня Победы. Все песни, которые сегодня прозвучат, для меня очень важны, поскольку я их слышал не просто, как многие по радио, а слышал именно в то время, когда они появились, то есть во время войны. Дело в том, что когда началась война, мне было уже 6 лет. И как только начались бомбежки, всякие сирены, воздушные тревоги по убежищу, я сразу же повзрослел. И причем намного стал каким-то самостоятельным человеком. И потом, когда по радио начали звучать песни, началось это с замечательного марша на три четверти, священная война. Вот эта суровая мелодия сразу сплотила весь советский народ и помогла выдержать вот это внезапное нападение на нас. Ну а потом сразу же стали появляться одна лучше другой песни, которую мы сегодня исполним. И я убежден в том, что вот песни, которые мы сегодня будем исполнять, они сыграли немалую роль в деле победы, в создании какого-то такого специфического, сурового, в то же время веселого и оптимистического настроения у наших солдат. Ну и мы начнем с песни, которая появилась прямо вскоре после начала войны. Это песня Бориса Макроусова на слова поэта Солкова, которая, как он называется, марш защитников Москвы. Значит, я хотел бы сначала просто процитировать первый куплет. Вот эта фраза, связанная с вождем, она просто действовала магически, поскольку вот в то время, имя Сталина играло колоссальную роль в деле победы. Люди шли умирать в бой за Родину, в бой за Сталина. Итак, марш защитников Москвы. Мы не дрогнув в бою за столицу свою, нам рады. Родная Москва дорога, нерушимой стеной, обороной стальной, разгромим, уничтожим врага. На марше ровняются взводы, кудит под ногами земля. За нами родные заботы и красные звезды Кремля. Мы не дрогнув в бою за столицу свою, нам, родная Москва дорога. Нерушимой стеной, обороной стальной, разгромим, уничтожим врага. За счастье своими руками мы строили город родной. За каждый расколотый камень, отплатим мы страшной ценой. Мы не дрогнем в бою за столицу свою, нам, родная Москва дорога. Нерушимой стеной, обороной стальной, разгромим, уничтожим врага. Не смять богатырскую силу, могуч наш заслон огневой. Загоним фашистов в могилу в гуманных полях под Москвой. Мы не дрогнем в бою за столицу свою, нам, родная Москва дорога. Нерушимой стеной, обороной стальной, разгромим, уничтожим врага. И вот после таких текстов весь советский народ, включая мальчишек, стали патриотами и возненавидели фашизм. Это уже на всю оставшуюся жизнь. И вот через некоторое время появляется еще одна песня. Тоже колоссальные силы по своему воздействию. Это марш артиллеристов. Написал музыку Тихон Хреников, слова поэт Гусин. Горит в сердцах у нас, любовь к земле родит. Идем мы в смертный бой, за честь родной страны бывают города. Охваченные дымом гремит в селых лесах судовый борт. В войну артиллерист Сталин дал приказ. Артиллерист зовет отчизн на нас. И сотен тысяч батарей за слезы наших матерей. За нашу родину огонь. Узнай, родная мать, узнай, жена-подруга. Узнай, далекий, но мы вся моя семья. Что бьет и сжет врага, стальная наша вьюка. И что волю мы несем в родные края. Артиллерист ставит отрекать. Артиллерист зовет отчизн на нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей. За нашу родину огонь. Артиллерист пробьет победный час. Придет конец походов. Но прежде чем идти к домам своим родным. В честь нашего вождя, в честь нашего народа. Мы радостный салют победный час. Дальним артиллерист ставит отрекать. Артиллерист зовет отчизн на нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей. За нашу родину огонь. И вот вскоре после начала войны появляется песня, которую кто-то, автор мне неизвестен, сочинил ее на мотив популярной песни «Синий платочек», которую исполнял еще до войны кладышей Шульженко. И вот она так и называется 22 июня. 22 июня Ровно в четыре часа Киев-бомбили нам объявили, Что началась война. Киев-бомбили нам объявили, Чтоб началась война. Война началась на рассвете, Чтоб больше народу убить. Спали родители, Спали их дети, Когда столики побыли. Врагов шли большие водыны, Их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украин, Достали людей убивать. Рвались все снаряды и мины, Танки гремели броней, Ястребы красные в небе парили, Учались на запад стрелой. Окончился бой за столицей, Бросились в немцы бежать, Бросили танки, Бросили в мины Несколько тысяч солдат. Помните, гадцы и фрицы, Скоро настанет ваш час, Мы вам начешем в шилый затылок, Будете помнить вы нас. Мы вам начешем в шилый затылок, Будете помнить вы нас. И вот вскоре за этим Начинают появляться Песни Уже с таким Юмором. И вот тогда И появился, например, Такой молодой Марк Слободской, Который после войны Стал таким Поэтом, Пародистом. А музыку написал Никита Богословский. Эта песня так и называется Песня бывалого моряка. На кораблях Ходил бывалого в плавании, По всем морям Бродил и штормалом, В любом порту, В любой Приловской гавы не бывал. Повсюду я, Повсюду я Сна очень тоскал, Повсюду я По дому тоскал. Бананы ел, Пил кофе на мартинке, Курил в Стамбуле Злые табаки. В Каире я Жебов, В платишке, Финики, Стоски. Они по мне, Они по мне, Ее, Мои Горьки, Они вдали От родины Горьки, Нет, Не по мне, Красав, Чужого окошечка, В чужих краях Бродил я Много Но не Оставил там Души Ни крошечки, Ее, Они для нас, Они для Настиньки мои, Они для Милой Настиньки мои. Когда ж Кончал я Плани Далекий, Тот Целовал Гранитно Пристаня В родном Крыму И во Владивостоке Я в слезах Эх, На Куриль, Эх, На Курильске Дальних Ростровах На самом Дальних Наших Ростровах Ну, а сейчас Позвучит Одна из Классических Песен Которая Называется Вечер На Рейде Своё Те, Заря Ведь завтра В погон Уйдём В предусмертный Туман Споём Веселей Пусть нам Подпоёт Седой Боевой Капитан Прощай Любимый Город Уходим Завтра В море И ранний Бурой Векнётся Корой Знакомый Путок Половой А вечер Опять Хороший Такой Что песен Не петь Нам нельзя О дружбе Большой О службе Морской Потянем Дружненье Друзья Прощай Любимый Город Уходим Завтра В море И ранний Порой Мелькнётся Горой Знакомый Платок Половой Порой На лейте Большом Легла Тишина На поле Охутом Туман И берег Родной Ценует Волна И тихо Доносит Боя Прощай Прощай Любимый Город Уходим Страх Кровной И ранний Порой Белькнётся Крой Знакомый Платок Половой Прощай Любимый Город Уходим Завтра В море И ранний Порой Мелькнётся Крой Знакомый Платок Половой В море В море В море В море Уходим 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 Шёл 1942 год И вот здесь появляется песня Которую написал Соловьёв Седой С поэтом Алексеем Фатьяновым Дело в том, что Алексей Фатьянов С первого дня войны Ушёл на фронт И как раз Он был свидетелем Вот он писал Не просто там где-то сидя В кабинете Он сам Прошёл всю войну Был ранен Неоднократно Лежал в госпитале И Эта песня Она такая вот Реальная Вот и По ней Чувствуется Что человек сам это всё пережил А там очень простой Сюжет Вот представьте себе Идёт Батальон Уставших Солдат По грязи Идут они куда-то К речке Переправят И Давно они не видели Родных, близких Или рядом Идёт Девушка Не важно какая она Но для них она всё равно Очень красивая И вот Вот Сейчас Послушайте И представьте себе Эту ситуацию Потому что вот просто так Послушать Ну может не сразу Я тоже Не сразу Когда услышал Эту песню Я подумал Что там Ну какое свидание Произошло Или что-то Нет Это идёт Батальон И рядом идёт Просто Что там Девушка Ничего не говорила Только рядом Ветх Ветх Зачем Вставая, заглянулась, На прощанье махнула рукой И такой улыбкою нам улыбнулась, Что вовек не забыть нам улыбки такой. И такой улыбкою нам улыбнулась, Что вовек не забыть нам улыбки такой. Даль сегодня прояснилась, Ночь хорошая, звезды зажгала. В первой роте сегодня Ты ночью приснилась, А четвертая рота Заснуть не могла. В первой роте сегодня Ты ночью приснилась, А четвертая рота Заснуть не могла. Вот появляется еще одна очень веселая песенка Ее написал композитор Макроусов на слова Ласкина И она называется «Песенка фронтового шофера» Через реки, горы и долины Сквозь кургу огонь и черный дым Мы вели машины, объезжая мины По путям дорог и фронтовых Тут дорожка портовая Не страшна нам бомбежка любая Помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Путь для нас к Берлину, между прочим Друзья нелегок и низкор Шли мы дни и ночи Трудно было очень Но в баранку не бросал шофер Путь дорожкой портовая Не страшна нам бомбежка любая Помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Может быть, отдельным штатским лицам Эта песня малость не вдалек Мы ж не позабудем Мы ж не позабудем, где мы жить не будем В фронтовых и съезженных дорогах Тут дорожка портовая Не страшна нам бомбежка любая Эх, помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Эх, помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Это стало летучей фразой Вот в связи с этой замечательной, веселой песенкой И еще раз хочу подчеркнуть, что война вовсю еще шла В первой половине ее начали появляться вот такие вот веселые песни Что создавало даже у людей обреченных Но вот какое-то такое веселое настроение Так, и вот сейчас разручит еще одна замечательная песня Которую вы наверняка знаете Давно мы дома не были Горит свечи, окорочек Гребит, ни дать, ни бой Налей кружок по чарочке По нашей фронтовой По дружески да попросту Поговорим с тобой По дружески да попросту Не тратя время в опуску Поговорим с тобой Давно мы дома не были Светет ровная ель Как будто в сказке не были Сотрите газ сумель Налей кружок по чарочке По нашей фронтовой По дружески да попросту Поговорим с тобой На ней волки новые На шишки все Хиловые, медовые, верные Где елки отзываются Где елочки стоят Который год красавицы Гуляют без ребят На ней кружок по чарочке По нашей фронтовой По дружески да попросту Поговорим с тобой Двенадцать девчатам кажется Что мне сердца же мажется А звезды не горят Зачем им зольки ранние Коль парни на войне В Германии, в Германии В далекой стороне Налей кружок по чарочке По нашей фронтовой По дружески да попросту Поговорим с тобой В плите мечта сандартная К девчине самой ласковой Напомни обо мне В Германии, в Германии, в Германии Которая называется Дорога на Берлин Праздник Петер Белligt В последней улице на знаниях рожки, А название того, как слово боевое. Брянская улица, городу идёт, Значь нам туда народу, Значь нам туда народу. Брянская улица, слабо нас ведёт. В городе, сзади город Брянск, город весь прошли, И в последней улице на знаниях рожки, А название такое, как слово боевое. Брянская улица, городу идёт, Значь нам туда народу, Значь нам туда народу. Брянская улица, слабо нас ведёт. Значь нам город Брянск, город весь прошли, И в последней улице на знаниях рожки, А название это мною право, слово боевое Пресская улица к городу идёт Значь нам туда дорогу, значь нам туда дорогу Пресская улица, запад на свете Боем, взяли город Пресс, город весь прошли И последняя улица название А название это мною право, слово боевое Пресская улица к городу идёт Значь нам туда дорогу, значь нам туда дорогу Пресская улица, запад на свете На Берлин! И вот война уже подходила к концу Я помню, как мы вернулись из эвакуации в 43-м году Поскольку мне тогда уже исполнилось 8 лет Надо было поступать в школу Тогда в школу принимали с 8 лет Такой закон вышел А мы в это время были в эвакуации На Алтай В небольшом городке И там поступать в школу И учиться ещё там 2 года Это было бы не здорово И мы решили вернуться Вот и Долго очень ехали С Алтая до Москвы Поезд шёл там вообще Я не помню Месяца 2, наверное Потому что всё время пропускали эшелоны И стояли Подолгу очень И вот мы приехали Значит Двора я не узнал Как такового Потому что всё было Всё деревянное было сожжено Причём часть Использовалась как просто Материал для разжигания В разных домашних этих печурках А часть, кстати, заборы НКВД велела снести Поскольку Значит Охотились за диверсантами Вот тогда в Москве Во время войны было очень много диверсантов Которые вообще Перепрыгивали там через заборы Всё очистили Вообще Между дворами Не было никаких заборов Мы первое время Играли в футбол На огромных территориях Из трёх дворов И вот Начали появляться Здесь уже Раненые Солдаты Инвалиды И Они представляли собой Такое жалкое Довольно зрелище Поскольку Ну Их как-то На них государство Не обращало внимания Это были инвалиды Без ноги Или на костылях И они очень были Почему-то Злые То есть Они могли вообще Швырнуть костылем Там Мальчишек Когда Играли в футбол Если что-то Там И как ни странно Над ними Подшучивали Ребятишки Вот какая-то такая была Жестокость Такая Необъяснимая И вот В этот момент Начали появляться Песни Некоторые Из инвалидов До войны Бывшие Какими-то В общем-то Более-менее Интеллигентными Людьми Начали распевать Песни Сочиненные Ими самими И вот Сейчас Я хотел бы Воспроизвести Парочку таких Песен Их Было очень много Значит Эти инвалиды Просто сидели В подворотниках Сидели На улице На углах Заходили В трамвай В поезда Некоторые Были с поводырями Некоторые Значит С аккомпаниаторами Мальчишки На баяне На гитаре Вот И так появилась Целая категория Вот таких Песен Инвалидов Сейчас Я Испомню Пару таких Песен Вот Имя одного Из этих Инвалидов Дошло Единственного Кого не удалось Это был Алексей Ахременко Он Он Как-то Потом После Войны Даже Опубликовал Свои Стихи Песни Он такой Был поэт Ну В общем Самодельный И Эта песня Просто Он написал Свою судьбу Реальную Ну Она называется Батальонный Различ Я был Батальонный Различ А он Старишка Вставной Я был За Россию Отвечен А он Спал С моей Женой Ах Клава Вадима Я Клава Неужто Судьбой Суждено Чтоб Ты Променяла Шалава Меня На такое Дерьмо Меня На такую Скотину Я Срать бы С ним Рядом Не стал Ведь Я От Москвы До Берлина По трупам Фашистским Шагал Шагал А потом В базарете На койке Воленечной Бежал И Плакали Сестры Как дети Пинцет У хирурга Дрожал Дрожал И сосед Мой Рубака Полковник И дважды Герой Он Плакал Закрывшись Рубахой Скупою Слезой Фронтовой Скупою Слезой Фронтовой Гвардей Ох Ох Люди Ох Русские Люди Ох Люди Ох Мать Пашут Скупою К жене Словно Вихрь Я Ворвался И К лапочку Стал Я Лапы Зак Я Телом Жены Наслаждался Протез Положил Под кровать Болит Мой Осколок Железа И Давит Пузырь Мочевой Полез Под кровать За Протезом А там Писаришка Штабной Я Бил Его Белые Груди Срывал На груди Ордена Ох Люди Ох Милые Люди Родная Моя Сторона Ох Милые Русские Люди Подайте На чарку Вена Браво 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 Вот эта Она Вообще У меня До сих пор Взывает Удивление Кто ее мог Сочинить И как Можно было Тогда Додуматься Вот До таких Текстов Я Даже Подозреваю Что До войны Этот человек Читал Абериутов Поскольку Тут столько Всяких Нелепец Происходит Это в духе Заболоцкого Или Харпса И Когда Мы В детстве Мы слушали Стояли И слушали Вокруг Эти песни Почему они Мне врезались В память И Не понимали Что Как там Может быть Например Папашей И дядей Может быть Одновременно Человек Кому-то И И там В общем Тогда Такого слова Как Инцест Не было Но Вот здесь Описывается Все Инцест И Меняются Времена Народы Место И так далее Это сплошной Сюрреализм И так Песня О кардинале Это Это было Под городом Рима Там Сложил Молодой Кардинал Утром В храме Махалон Кадином А по ночам На гитаре Игра Теплый Дождик Прошел Над Ватиканом Собрался Кардинал По грибам Вот приходит Он К римскому Папа Папа Ты мне Подсови Папа Быстро С лежанки Свалился Натянул Свой узорный Спинжак Он Напялил Чугунную Митру И спустился Скорей В бельведер Кардинала Он Обнял Рукою Не ходи Говорит Ты Гулять Я Ведь Твой Незаконный Папаша Пожалей Свою Римскую Мать Кардинал И послушался Папы И пошел В колизей По грибы Там Он Встретил Монашку Молодую И в любви Объяснились Они Кардинал Был Хорош Сам Собой И Монашку Сгубил Кардинал Но Недолго Он Ей Наслаждался В небо Дутро Сестру Узнал Тут Порвал Кардинал Свою Рясу Обкатил И гитару Разбил Рано Утром Ушел С Ватикан И на Фронт Добровольца Пошел Он За Родину Честно Сражался Своей Жизни Совсем Не Щадил Сделал Круглым Меня С Он Папаши И Дядей Мне Был И Вот Теперь Я Лежу В Лазарете Оторвало Мне Мякоть Ноги Дорогие Папаши Помаши Помогите По возможности Мне Дорогие Братишки Сестренки К вам Обращается С уважением Герои Вас Пятнадцать Копей Не Устроили А для Меня Это Хреб Труд Огонь Граждане Лучше Просить Чем Крабить И Убивать Спасибо На этом Давайте Сделаем Небольшой Антар И Вот В начале Второго Отведения Вы Услышите Тоже Очень Популярную В годы Войны Песню Которую Я Помню Мальчишки Творовые Распивали Поскольку В то Время Все Там Огольцы Обязательно Все Курили Я Тоже Попытался Курить А Во время Войны Вообще Нельзя Было Достать Папирос Они Были Дорогие И Собирали Бычки То есть Шли Обычно Сразу Несколько Человек За Каким-то Мужчиной Который Курил И Ждали Когда Он Докурит И Окурок Который Назывался Бычком Выкинул И на него Сразу Бросались Несколько Человек Кто Первый Его Схватит Тому Повезло И Эти Бычки Шли Куда-нибудь На черный Ход Или Какой-то Подвороте Раскуривали Я тоже Пытался Курить Вот эти Бычки И Ну Мне Было Где-то Вот тогда Лет 8-9 Мне Очень Не понравился Вкус Потому что В Бычках Весь Никотин Который Проходил В это Время Он Оставался В этом Самом Окурке И Настолько Было Горько И Невкусно Что Я Вообще Решил Больше Никогда Не курить Это Мне Очень Повезло То Что Я Начинал Не С Каких-то Дорогих Там Папирос Или Сигарет А Тогда Кстати Сигарет И Не Был Папирос В основном И Вот Ну Мне Вот Это Помогло Вот Это Неприятное Какое-то Ощущение Горечи Во рту Ну И Второе Что Я Видел Как Мой Отец Который Курил Просто Не Переставая И Как Он Мучился Вообще Все время Нужно Доставать Я Ему Помогал Набивать Гильзы И так И Вот Это Меня Отвратило От Того Что Я Даже В студенческие Годы Когда Курить Было Модно Надо Было Обязательно В Компании С Девушками Закурить Я Так И Не Стал Курить Ну Вот Сейчас Прозвучит Песня Которая Так И Называется Давай Закурим Товарищ По Одной Теплый Ветер Дурек Разнесу Дороги И На Южном Проте Оттепель Опять Тает Снег В Ростове Тает В Тупин Роги Эти День Когда Нибудь Мы Будем Вспоминать Об Огнях Пожарщих О Друзьях Товарищей Где Нибудь Когда Нибудь Мы Будем Говорить Вспомню Я Пехоту И Раную В рот И Тебя За то Что Ты Дам Закурить Давай Закурим Товарищ По Одной Давай Закурим Товарищ Мой Закурим Закурим Нас опять Одесса Встретит Как Хозяй Звезды Черноморья Будут Нам Сиять Теплая Каховка Город Николаев Эти Дни Когда-нибудь Мы Будем Вспоминать Об огнях Пожарищах О Друзьях Товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы Будем Говорить Вспомню Я Пехоту И Родную Роту Закурим И Тебя Закурим За то, что Ты дал Мне Закурить Давай Закурим Товарищ По Одной Давай Закурим Товарищ Мой А А когда Не Станет Фашистов Мы В Помине И Своим Любимым Мы Придем Опять Вспомним Как На Запад Шли По Украине Эти Дни Когда-нибудь Мы Будем Вспоминать Об Огнях Пожарищах О Друзьях Товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы Будем Говорить Вспомню Я Приходу И Родную Роду И Тебя Закурим Когда-нибудь Закурить Давай Закурим Товарищ По Мой Давай Закурим Товарищ Мой Давай Закурим Товарищ Макон Давай Закурим Товарищ Мой Сейчас Вы Услышите Песню Которую Я Услышал Впервые По-моему Это был 1944 Год На экраны Страны Вышел Первый Советский Теревной Фильм Иван Никурин Русский Матрос Я Помню Как Стояли Очереди Чтоб Попасть На Этот Фильм Я Сам Будучи Мальчиком Много Раз Его Смотрел Это Не Значит Что Я Стоял В Очередях Тогда Мальчишки Отходили Какому Дяденьке Который Уже Был При Входе В кинотеатр И Говорили Дяденька Проведи Вот Такая Была Формула Дяденька Проведи Дяденька Проведи За Року Мальчика И Вторая Фраза Мальчик Со Мной Это Еще Остап Пендер Говорил До Войны Была Фраза Такая Вот Такая Была Формула И Таким Мы Попадали На Фильм И Тогда Было Мало Кинотеатров Я Помню Был Кинотеатр Салют Как раз На Свободской Улице В конце Гусалевского Вокзала Сейчас Его Уже Снесли Вот Там Мы Посмотрели Все Фильмы Военных Времен Тогда Снималось Много Фильмов По Алмате И Вот Чем Замечатель Этот Фильм Вот Там Прозвучала Песня Которую Пел Актер Борис Черков Он Играл Советского Матроса Который Попал В плен Занятым Фашистами Севастополем Его Поймали И Вели На Расстрел И Вот Он Шел И Как Бы От Его Имени Как Раз И Все Там И Происходит Он Это Все Видит И Вот С тех Пор Кстати Говоря Там Была Такая Фраза Он Стоял Тельняшка Полосатая Тельняшка Это Такой Образ Героя Героя Моряка Во дворе Невозможно было Достать Тельняшку Я пытался Но Ничего не вышло Но тем не менее У кого-то она была И Всегда Гординец Так вот Эта песня Прошли Десятилетия И Она К сожалению Как Между прочим Многие Другие Песни Осталась Актуальной И Сейчас Ну И вот Вы послушайте И поймете Что я имею ввиду Говоря Про актуальность Таких Песен Песня 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Придом Севастополя Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и вот сейчас прозвучит еще одна замечательная, веселая партизанская песня Кстати, она посвящена была партизанам, которые возникли сразу же, особенно в белорусских лесах И она такая веселая и совершенно не отражает вот эту жуткую жизнь партизан в лесу И правда здесь вот она начинается такими словами То разведка, то досада, то засада Стричься, бричься мне, когда? Вот в этом и есть вот содержание этой песни Просто я настраиваю вас на нее Я впервые услышал эту песню в исполнении Леонида Утесова Ну и сейчас постараюсь как-то ее спеть Хотя до Утесова мне, конечно, никогда не достать То разведка, то засада Стричься, бричься мне, когда? Неизбежная досада Партизану борода Борода ли моя бородка Да чьи души отразла Насыпали раньше щетка Говоротки без медла Парея молодого Похожу-то с бородой Я не беспокоюся Пусть растет до пояса Вот когда погоним зриться Будет время, будем бриться Старик собрится, наряжаться Сметься, бороться По врагу стреляю метко И залпут меня в строю То дедушка, то дедка За бородку зарпают Но повсюду боевого Борода таму стрелку И привет, как молодой И почет, как старик дуб Парея молодого Похожу-то с бородой Я не беспокоюся Пусть растет до пояса Вот когда прогоним зриться Будет время, будем бриться Старик собрится, наряжаться Пусть растет до пояса Мне ни горе, ни круче И на что в отряде говорят Вот так чертушка тетина Молодой азарадат Лишь одна меня печалит Невеликая беда Партизанские медали Закрывает борода Парея молодого Похожу-то с бородой Я не беспокоюся Пусть растет до пояса Вот когда прогоним зриться Будет время, будем бриться Старик собрится, наряжа С милкой целоваться Ну и вот появляется По-моему в 44-м году На экраны замечательный фильм Небесный тихоход И там появляются песни Того же Соловьева-Седова И Татьянова Которые вообще Надолго И в послевоенные годы Были популярными Это стало классикой Про советские песни И вот сейчас А нет Нет, нет, нет Вышел фильм Два бойца Сначала Где играл Марк Бернес И Александреев И вот там Позвучала песня Вот которую Вы сейчас услышите Она называется Темная ночь Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер Будит Провода Тусклые звезды Мерцают В темную ночь Ты, любимая Знаю, не спишь И у детки Скрыть кроватки тайком Ты слезу Утираешь Как я люблю Глубину Твоих Ласковых Глаз Как я хочу К ним прижаться Сейчас Губами Темная ночь Разделяет Любимая Рад И тревожная Черная степь Олигарх Не рождена Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Ты меня ждешь, и в детской кроватке не спишь, И поэтому знаю со мной, ничего не случится. Это Константин Симонов, который был военным корреспондентом, действительно, он прошел вообще войну и написал песню, которая тоже очень была популярной, ее потом даже играли в ресторанах в качестве такого фокстрота. И он сначала, вообще, в начале войны стихотворение написал на мотив какой-то блантовой песенки просто, а потом блантер услышал и говорит, зачем, я тебе придумаю музыку, и блантер потрясающе совершенно сочинил мотив. И вот сейчас мы ее исполним. Она называется «Песенка военных корреспондентов». Есть еще одна зоня «От Москвы до Бреста». «От Москвы до Бреста» 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 Браво! 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 Потому что мы не ловли, Небо наш, небо наш родитель дом. Первым, первым, первым самолет. Ну а девушки? А девушки потом. Ну а девушки? А девушки потом. Ну а девушки? А девушки потом! И вот еще одна песня, которая просто стала хитом. И ее, кстати, использовали уже в художественных фильмах о войне уже в 60-е, даже в 70-е годы. Пора в путь, дорогу. Пошли, мы вечером, 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 Когда пилотам скажем прямо делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сем, И нашу песенку любимую споем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Ну и сейчас вы услышите еще одну очень популярную песню о войне уже, она была написана немного позднее, она называется «Солдаты. Солдаты, поход! 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 Солдаты! Солдаты, поход! 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 Луна Растою в пустой аллее И нежности ночь полна Волна на рассвете аллее Скрывается в море Луна Твой свет дрожит в тумане Вот вдаль луча мани Твой бл knew Сын Волна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 козлов мы собираемся вот этот проект все-таки развивать тем более что очень сейчас уместен и очень нужен нашим людям и так спасибо большое